всем привет с вами шима рада видеть вас на своем канале и сегодня мы с вами в кембридже поехал сюда с родителями и кирюшей снимать буду мало потому что кирюха устал немножко в поезде пока ехали ну и вообще хочется как можно больше посмотреть а не снимать идем в центр города такая красивая церковь у нас на пути очень большая это по пути от вокзала конечно в кембридже мы зашли сразу с родителями еще и в торговый центр посмотреть что тут есть но очень хороший торговый центр урок среди такого большого нету с большим выбором тут всякие магазинчики мы идем вон туда красоте мы на самом деле без путеводителя без google maps просто ходим по городу куда выйдем туда выйдем поняли как от вокзала по прямой дойти до самого центра и поэтому так и идем о какая красота да очень красивый колледж у нас все из такого желтого песчаника тут выбеленного вот это вот здание светлого очень красиво особенно вот дерево сейчас поближе подойду тоже там поснимаю дожду родители пока не из магазинов уйдут железная схема города классно красота конечно но если сам вот так вот сам город смотри такая что мне кажется в оксфорде больше всего красивого красивая церковь и всегда в церкви очень красивый ландшафтный дизайн узкие улочки еще одна церковь начался закат мы пришли к каналу с лодками как же красиво у меня такие лодки еще написаны из оксфорда есть нарисованы вернее соусом и туда пошли улочки плакучая ива вот таком стиле я еще не видела тут росписи вот эти вот ворота как сделано очень красиво продолжаем гулять уже идем мы к вокзалу уже вечер нагулялись покушали посидели в байроне скушали по бургеру и можно уже ехать домой какой-то чадия да вот так стрёмная фигурина и у нее еще глаза закрываются золотыми такими веками приехал я опять вестфилл джон льюис на этой неделе несколько раз ездили с водителями никак не могу выбрать какой комбетский рюхи взять вот этот джон льюис производит это хэтли или как он там произносится у нас просто почти один в один такой же есть дождевик на этот же возраст а это пуховик а синенький мне очень нравится тем более у нас такой есть нам все-таки возьму красный его очень очень приятный материал такой матовый мне нравится подложка клетчатый то что на молниях очень нравится и еще мне нравится то что здесь на ручках и ножках собирается резиночка а вот на этих у них не собирается резинка с них прямой вот этому точно вот это не будем использовать накладку такую выворачивать так руках а тут он прямой то есть туда будет задувать мне кажется также смотрела для дома много всего . эти комбетики если взять кстати классные тоже с медведями мне не нравится что у них опять-таки прямой рукав срез короче опять примерочные опять примерочные чады мы положу марсон спенсера там все мне велико всегда не знаю что делать же льюис тоже как-то ничего не нашла в итоге пришла в чады будут мерить вот такие то я очень люблю когда свитер с рубашкой мне влом их один на другой делать поэтому я сразу покупаю обычно слитные джинсы но вот такие на пуговицы скорее всего мне не подойдут то что я после родов так до сих пор и не могу носить пуговицы джинсы не ношу всего одной и той же модели вот как родила так нашу штаны одной модели просто разных штук покупаю с таким поясом резин я имею ввиду с резинкой а не с пуговицей молнии ужасно у меня камера показывает то что у меня разбил таки об асфальт ребенок камеру время камера защитное стекло поэтому все так плохо видно но все-таки решил вам что-нибудь записать то я купила кирюхи купила в итоге красный такой комбез мне очень нравится вот эта подкладка мне нравится что здесь затягиваются варежки конечно без пальчика он вряд ли будет носить что на ножках тоже затянуто и он очень недорогой всего 28 фунтов стоил других фирм они там и по 50 по 70 могут быть сейчас покажу что мухаем обычно спрашивали вы как мы его одеваем разная одежда обычно у него почти все тедбекера это вот такая ветровка очень классная советую очень удобная ветровка вот если тедбекер в прошлом году у нас был пуховик такой вот комбинезон ужасно неудобный был то вот этот супер удобная ветровочка тоже отстегивает капюшон убирается с резиночками и снизу резиночка хорошо держится это с нее задирается курточка также очень довольна вот этим костюмчик вот он сейчас только с прогулки пришел поэтому там чем-то заляпал супер костюм супер удобный стеганный выглядит очень классно вот этот особенно воротничок застегивается как слипик хотя сейчас на самом деле уже удобнее его одевать на молнию то есть когда молния расстегивается раньше я говорила что не очень довольна тедбекером вот по предыдущему комбинезону предыдущему сезону в этом сезоне я в восторге мне все очень очень нравится этот комбез он на такую погоду когда 10 градусов где-то примерно на улице но когда прям очень холодно уже не оденешь потому что все таки между кнопочками туда проникает какой-то холод ветерок все что-то я конечно у штаника в кофте одеваю мне кажется даже на 5 градусов нормально в нем пойти местные дети то вообще не носят теплой одежды зимней еще в восторге от этого комбинезона наверное вам показывала его уже но раз речь пошла об одежде купила в тики макси на скидке больше чем два раза он стоил что-то в районе 60 или 70 фунтов а я взяла его за двадцатку или 26 ну короче больше чем два раза разница вот это просто супер вещь вообще не снимаем это не продувайка не промокайка что в англии вообще без этого невозможно вот так называется фирма если вы будете искать вот эта подложка очень приятная и он в нем вот я сколько раз доставала его оттуда ни разу не был потным то есть я думал что вот в этом будет все потеть нет нормально совершенно если по погоде он одет не слишком жарко одет то совершенно нормально он не потеет его одна из любимых одежда здесь как раз ничего не дует быстро застегивается молния и капюшон с такими перетяжками то есть он почти вплотную в голове когда шапочка одета но тем не менее туда чуть воздух проникает и в шею не дует вот здесь вот когда ветер сюда конечно что-то придумывает такой как воротничок одевать из последнего конечно что мы носим вот всякие худи разные этому все купили только постирали это я вчера покупала часть постирал часть нет вот таких кучу носков а там зеленые их штука 20 наверно со стоперами тоже дома холодные полы уже и эти еще можно в кроссовки вдеть также еще толстые со стоперами я купила джон левисе носочки но сейчас их уже искать не буду он сейчас них бегает и одни в стирке таких всяких разных в h&m и бодики с длинными рукавами мы купили кучу бодиков их показывать не буду потому что ничего в них как бы не меняется теплые вот такие рукавички купили также я купила совсем такие тоненькие рукавички потому что не будет конечно удобнее это вот в москву если будет холодно оденет вот такой крутой еще слипик бабушка купила нам марс и спенсере очень классный текстура такая вот ральф лоран делает похожую ткань на у них она ужасно вот честно скажу ральф лорановский не люблю я очень слипики у них вот этот материал да и полу их терпеть не могу вот к ним липнет все вся волосня вся пыль особенно если ребенок будет ползать по полу это кошмар поэтому ральф лоран я вообще не советую да чисто выпендрится на рубашки еще как-то у них можно детские купить джинсы но джинсы и рубашки у нас томи хилфигер они как-то мне больше нравятся ральф лоран не люблю вот вот это к ней ничего не липнет и она приятней то есть так как это более шершава это мягонькая ткань так что марс и спенсере тоже можете посмотреть и как раз без ножек могут искали без ножек в h&m отличное качество приятное к телу хлопковые вот вот эти слипы тоже вот они без ножек есть на косую застежку есть на две ножки ну на косую практически быстрее и мне нравится что вот здесь не до конца растягивается ты вдеваешь ножку уже на нем и можно когда он двигается даже застегивать у разных расцветок тоже таких штук у нас пять или десять так много не надо конечно но мы просто часто очень стираем и в принципе у нас такой парень очень резвый плюс нам что-то постоянно покупают там бабушки гости друзья вот в h&m присмотритесь вот я на самом деле очень люблю детскую одежду и чем дам я не считаю что это какой-то там дешман и так далее у них действительно качественная одежда и мы постоянно там покупаем все время то я купила себе мои покупки все сейчас будут из-за чендема конечно сына одеваем в тэдбэкера себя в h&m вот я конечно иронизирую мне на самом деле нравится очень одежда из-за чендема и модели и качество поэтому я там часто очень покупаю все время хожу по другим магазинам но в итоге прихожу в h&m раньше такой зары был на зара сейчас как-то мне меньше немножко нравится им понравились и манжеты и стойка воротничок очень широкая рубашка и по плечам сидит но у меня плечи очень широкие мне она вот даже немножко маловато многие досюда плечи ну и так я больше на один размер взяла из-за плечей больше уже некуда шарф шарф просто восхитительный взяла его неделю назад тоже в h&m и ни одного дня я без него не выходила из дома я его и на голову вязала и как просто платок обалденно у него настолько мягчайший материал к лицу супер приятный да это синтетика но она нереально приятная к лицу мягкая и кстати теплая мне очень понравилось также в h&m и тогда же вот шарфом взяла вот такие наушники взяла потому что мерзнут уши у меня если чуть-чуть ветер в ухо попадает даже в плюс 30 на улице у меня сразу стреляет уши потому что у меня хронический акит он не проходит и вот эта вещь для меня нужна она конечно так забавно выглядит особенно 30-летней дамы а ритузики купила тоже в чендеме но все будет за чендем а ритузы просто черные у меня всякие разные уже от них есть пила домашнюю кофту чисто серую вот чисто серая такая ковтюлька я хотела с ней сразу же штаны купить xs кстати очень такой довольно таки большой штаны хотела купить такие же серые но они все закончились только м к м к уж прям совсем свалилась штаны я всегда беру больше то есть кофты я всегда беру самые самые маленькие но для дома и сходить штаны всегда беру больше мне нравятся широкие штаны но это удобнее плюс мне с диастаза моим не будет давить ничего не будет болеть живот такую взяла кофтецию вот эта кофта она очень прикольно смотрится и с синими джинсами с черными серыми какими угодно если вы будете брать учтите у вас не должно быть вообще никакого живота либо там каких-то складок вам не нравящихся потому что она подчеркивает несмотря на то что она толстой довольно таки но она не могу скажу прям супер подчеркивает но все-таки подчеркивает поэтому если вы в чем-то не уверены в каких-то своих местах лучше такой не брать купила как вам показывал примерочные все-таки я вот такие штаны это именно модель которую я ношу с родов и больше до этого пока ни одну не могла найти себе удобную это и сидит хорошо но в этот раз я наконец-таки нашла себе джинсы которые мне удобны еще и с пуговицей у меня все покупаю больше на размер то есть меня хорошо сидят предыдущий размер но мне приходится покупать больше для того чтобы мне ничего вообще почти не докасалось до живота вот до линии где пояс проходит потому что у меня из диастаза очень неприятное ощущение то есть я когда что-то давит чуть-чуть это вообще для меня не выносимо прям болят органы поэтому приходится что-то свободное носить все время даже вот то что обтягивающее но все как бы побольше покрупнее хотя вот эту модель я почти обтягивающе ношу то есть они выглядят обтягивающе со стороны во всяком случае вот эти оказались супер тянущиеся и они отлично сели и к телу очень приятные там такие бархатистые вот эти менее приятных тела но вот эта модель реально хорошо такая куча мала я вам накидала то что вы просите показывать понимаю что многие не нравится когда так показывают вещи и что там за срать все накидала мне пишут если вы хотите чтобы я когда что-то покупаю вам показывала вы напишите под этим видео то что может вам вообще не интересно в таком виде писать но в нормальном виде там с вешалками на все мерить у меня нет времени снимать сейчас также купила все вот такие вот боты в кларксе чтобы куда все подходили очень удобно и мне нравится что мне не давит мыс но есть одно но вот этот вот стык где замша он приходится как раз мне на костяшку и когда в них ходишь костяшку вот это давит место я не знаю может это разносится конечно может нет вам надеюсь что разность вот это не страза это железки стразы на обуви я не очень люблю честно скажу я никогда носишь не смотрится стразами на этом я с вами прощаюсь желаю всем отличного настроения до новых встреч пока пока а